Здравствуйте! В эфире новости Дагестана на телеканале ННТ. С вами Махач Курбанов. Закятульфитр можно будет выплатить, не выходя из дома. Это обязательная милостыня, которую мусульмане по окончании месяца Рамадан направляют в пользу бедных. Благотворительный фонд Инсан организовал несколько способов онлайн-оплаты. Все они согласованы с отделом ФЕТ при Муфтиате Дагестана. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Первый способ через сайт благотворительного фонда, который так и называется фондинсан.ру. Он подойдет каждому, кто имеет выход в интернет. Буквально первое, что он видит на сайте, это выплатить закатульфитр. Здесь есть кнопка «Подробнее». Здесь идет уже более подробное описание, как выплачивается закатульфитр, в каком размере это все выплачивается, как сделать намерение и так далее. Дальше мы кликаем кнопку «Выплатить». И уже человек выбирает, через какие системы он будет оплачивать. С номера телефона или с банковской карты. Здесь он может выбрать это. И здесь он уже дает полномочия фонду Инсан. Я даю полномочия фонду Инсан в лице Магомеда Расула выплатить нуждающуюся мной закатульфитр. Он указывает свое имя, номер телефона и сумму, которую он будет выплачивать. Второй способ подойдет больше тем, кому легче переводить средства на банковскую карту. Мы определили карту Сбербанка, по которой человек может перевести ту же сумму, которую он снял закатульфитр от себя, за свою семью и так далее, с отметкой, что средства закатульфитр. А для тех людей, которые не пользуются интернетом и у которых нет банковской карты, порядок выплаты заката остается прежним. Это прийти в офис фонда, прямо в бухгалтерию выплатить средства закатульфитр, где мы тоже будем соблюдать все предписания самоизоляции, безопасности. И во дворе офиса фонда будет стоять машина, где именно непосредственно пшеницей тоже можно будет выплатить закатульфитр. Закатульфитр можно выплатить одним из видов продуктов питания. В зависимости от этого меняется и сумма милостыни за одного человека. В Ханафитском Азхабе можно выплачивать закатульфитр стоимостью несколькими видами продуктов. Не только пшеницей, но и рис, изюм, финики. Поэтому, учитывая нашу финансовую возможность, рекомендуется выплатить стоимостью именно тех продуктов, подходящих для нас. По любым возникшим вопросам можно будет напрямую обратиться к специалистам по номеру горячей линии фонда «Инсан». Муфтя Дагестана призывает выплачивать закатульфитр преждевременно, чтобы поскорее помочь тем, кто вынужден оставаться дома, не имея необходимого пропитания. Хамзанур Магомедов, Халида Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Муфти от Дагестана оказал поддержку еще двум медучреждениям республики. Это центральные больницы Табасаранского и Навалакского района. Им были переданы кислородный концентратор для больных пневмонии, необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы. Это все, что нужно сейчас в данное время. Это очень нужно. Тем более сейчас не могут доставать. Это очень дорогостоящий прокурат. Спасибо вам большое. Врачи рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией и выразили готовность бороться за жизнь каждого пациента. В похоронах собираться, обниматься, это все. В основном, которые у нас поступают, процентов 80 все после похорон, которые тяжелые в состоянии, жесткие люди. Мы выражаем вам благодарность за помощь. Будем стараться. Мы по благо народа, как говорится, оставались дома, соблюдали вот этот режим самоизоляции, берегли себя и своих близких. Представители Муфтията также выплатили долги малоимущих людей, которые вынуждены были брать продукты питания в магазине, не имея на это средств. Баркала. Пусть Аллах даст вам еще силы и возможности людям помогать. 530 миллионов рублей выплатят дагестанским медикам. Деньги получат сотрудники скорой и поликлиник, которые ранее не попали в список работающих с коронавирусными больными. Средства выделят из регионального бюджета. Кроме того, с сегодняшнего дня начислят премии медработникам, о которых говорил в своем обращении Владимир Путин. Напомним также, что в республике работает горячая линия по дополнительным выплатам медикам, где они могут узнать, кому и на каких условиях положены доплаты. Задать их можно по телефону 67 47 41. Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года. Сегодня, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, наша съемочная бригада, увы, не смогла побывать в гостях у супружеских пар, которые являются хорошим примером счастливой и долгой совместной жизни, а их у нас в республике немало. Поэтому представляем вам сюжет из архива Апатимат и Ахмеде Гамзатовых. В прошлом году они отметили золотую свадьбу, 50-летие совместной жизни. Супружеская любви и верности, согласно сложившейся традиции, попрошу жениха сходить в вашей бранице. Торжественная музыка, белое платье и нескончаемый поток поздравлений. В канун Дня семьи, любви и верности молодожены решили оформить свой брак. Теперь межнациональной паре Кандауровых предстоит пройти рука обраку все радости и невзгоды. Хаджимурат Кумык, Хадиджа в прошлом Татьяна, русская. Но это не помешало молодым людям встретиться и создать семью. В отличие от новобрачных, пожениться Елене Гамзату Айдемировым было не так просто. 50 лет назад не все с радостью приняли новость о том, что дагестанец хочет жениться на русской. Но молодые были непреклонны и родители дали свое благословение. Теперь они празднуют золотую свадьбу и ни о чем не жалеют. Легко жить, когда рядом хорошие люди, хорошая супруга. Эти 50 лет проходят без всяких проблем. Очень многое зависит, когда хорошая супруга рядом. Так что мне лично в жизни повезло. Мне кажется, и моей супруге тоже. Он автомеханик, она учительница. Знакомы друг с другом с детства. Росли в Буйнакске. С юбилеем их поздравляют близкие. Трое детей, восемь внуков и правнучка. Образцовый пример дагестанской семьи. И все же, чтобы создать столь крепкие отношения, как признаются Айдемировы, им пришлось через многое пройти. Любовь, доверие и терпение. Вот что всегда помогало по жизни. Если бы я не знала родителей ее, значит, Камзан все равно бы я не разрешила. Она благословила, а вот дет. Мы поженились, была в свадьбу, в Украинске. Ну, потом, значит, я переехала, поступила. И он следом тоже со мной. Поженились. Ну, люди наши, они все наши родственники. Напомним, что День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года. Но молодой праздник уже полюбился дагестанцам. Как отмечают в Махачкалинском ЗАГСе, в столице с каждым годом среди молодоженов все больше желающих заключить брак именно в этот день. Карина Баталова, Салман Гитихмаев. Новости ННТ. Махачкала. Сезон профессиональной футбольной лиги завершен досрочно. Это решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Сообщается, что места в турнирной таблице распределятся по состоянию на момент приостановки игр. Так, по итогам 19 туров, лучший результат среди махачкалинских клубов, выступающих в зоне юг, показал коллектив «Легион Динамо». У них пятое место с 27 баллами. На одну очку от команды Шамиля Лахьялова отстают дебютанты большого футбола клуб Махачкала. Не так хорошо дела складывались в этом году у Анжи. Желто-зеленые расположились на предпоследней строчке. На этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале. Всем здоровья. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова